Салют! Вы находитесь на канале Барахольщик. Компания FIFINE прислала мне новую посылку на обзор. Сегодня это у нас будут наушники H3. Коробка с тыльной стороны выглядит вот так. Здесь, как обычно, идет приветственная карточка от компании FIFINE. Инструкция и, конечно же, сами наушники. Ага, здесь провода. Получается переходник для компьютера. У кого микрофон и наушники имеют разные гнезда для подключения. И также сам отдельно микрофон. Так, сами наушники имеют фирменный логотип FIFINE. По бокам оголовья легко регулируется. Материал наушников очень приятный на ощупь. Набивка очень мягкая. Сами наушники на вид довольно-таки крепкие. Материал вот этих частей, которым прикреплены сами динамики, это металл. Провод хорошей тканевой оплетки. Дальше у нас здесь идет блок управления микрофоном. Отдельный вот этот тумблерочек. И ползунок громкости самих наушников. У этих наушников аж целых два штекера на конце. Первый штекер – это подключение самих наушников и микрофона. Сам вот этот коннектор с USB, на мой взгляд, абсолютно бесполезное устройство. Звуковой карты в самих наушниках не существует, в этих конкретно. И через USB звук передаваться не будет. Он всего лишь служит как питание для RGB-подсветки логотипа FIFINE сбоку. Сам микрофон подключается к левому наушнику. Причем здесь вот такой вот овальный вход нестандартной формы. Поэтому подключить микрофон возможно только в одном лишь положении. В способах подключения я вижу вот такую интересную информацию, что данные наушники можно подключить к компьютеру, ноутбуку, игровым консолям. И на обратной стороне этой инструкции указаны характеристики рекомендуемые, которые стоит поставить на компьютере. Ну а теперь давайте проверим сами наушники. В первую очередь, конечно же, надо проверить то, как они сядут на голове. На наушники сядут очень приятно на голове. Мягкие амбушюры, мягкое головье. Не создается никакой давки. И прям в плане ношения это 5 из 5 баллов я могу поставить за эти наушники. Сам микрофон тоже довольно-таки очень удобный, потому что он абсолютно гибкий. Гнется в любые стороны, как вам надо. Поэтому можно его подкорректировать под ваше строение лицевого аппарата, так сказать. Чтобы он лично вам никак не мешал. И чтобы он был близко, максимально направлен к вашему рту. Чтобы собеседники более четче вас слышали. По прослушиванию музыки, что я могу сказать. Сами наушники, к сожалению, себя как аудиофильские наушники не позиционируют. И таковыми они не являются. Этим наушникам, к сожалению, не хватает высоких частот. Но я всегда разделяю наушники на два типа. Наушники, которые можно спасти эквалайзером. И наушники, которые эквалайзером спасти невозможно. Конкретно вот эти наушники я отнесу к первому типу, Которую можно спасти эквалайзером. Открыв эквалайзер в моем проигрывателе AIMP. Я немножечко поигрался с частотами. Добавил чуть-чуть серединки. Добавил высоких частот. И, о чудо, звук в наушниках стал довольно-таки очень даже хороший. В них стало приятно слушать музыку. Чему я, кстати, крайне рад. Теперь, что касается игровых приставок. Потому что в инструкции было заявлено, Что эти наушники подходят для всех игровых приставок. И так как лично я сам предпочитаю гейминг именно на игровых консолях, То мне есть что рассказать про удобство этих наушников. А так как в моей коллекции до сих пор, к сожалению, нет новых консолей Xbox и PlayStation, То провести тест я смогу только на Nintendo Switch. Но даже если просто представить, что мы подключаем наушники в порт геймпада, И мы начинаем играть, У нас всегда под руками, во-первых, будет что болтаться. Вот этот самый бесполезный USB разъем, который вы не сможете подключить никуда. Все знают, что Nintendo Switch имеет два режима игры. Это портативный режим и режим в виде док-станции, Когда вы играете на своем телевизоре. И вот вы вышли на улицу, например, куда-то поиграть. То есть достаете из своего прекрасного рюкзака Nintendo Switch, Достаете из своего рюкзака вот эти наушники, Разматываете вот этот двухметровый провод, Подключаете его в ваш Nintendo Switch, И сидите где-нибудь в парке, на лавочке и играете. Мне кажется, что вот этот огромный длинный провод, Который болтается у вас под ногами, Как минимум создаст улыбку у окружающих. Потому что, представьте, сидите в парке, как-нибудь играете, Играете, вот там вот это все по земле, Может там по грязи, по лужам где-то болтаться. Даже если вы это свернете на себя, Но это некомфортно на самом деле. С таким огромным длинным проводом На портатив я бы не стал использовать их. Если же мы помещаем Switch в док-станцию. Скажу сразу, что расстояние от моего дивана до телевизора, Где стоит Nintendo Switch, ровно 2 метра. И что, как вы думаете, происходит? А происходит вот что. Провод сейчас натянут прям до максимума. Я сейчас чуть было не завалил свой Nintendo Switch. Поэтому 2 метра провода – самое плохое решение для этих наушников. Поэтому верным решением для Fifine, конечно, было бы сделать что? Сделать длину этих наушников 1,2 метра. Если бы наушники заканчивались где-то вот здесь, А не вот там. Вы бы и с геймпадом сидели, Вам было бы комфортно. И можно было бы в целом уже их и носить на улицу, И слушать музыку на телефоне и так далее. А если вам надо было бы более длинный провод, То надо было просто в коробку вложить удлинительный провод. Еще двухметровый, чтобы можно было подключить сюда. И чтобы у вас еще было 2 метра в запасе. Итого было бы целых 3 метра сразу. Ну и теперь давайте протестим самое последнее. Это, конечно же, микрофон. То, для чего изначально эти наушники и позиционируются для стримов. Качество звука данного микрофона вы можете оценить сейчас. Что касается самих наушников, то, что я говорил ранее про их недостатки. На самом деле, это все мелочи. Потому что наушники, в первую очередь, Как и любые другие наушники бюджетные такого типа, Они позиционируются геймерские. Но геймерские, в первую очередь, для компьютера. То есть, для тех, кто играет в киберспортивные игры, Типа Counter-Strike, Dota. Те, кто стримит. И те, кто просто играет за компьютером, во что-то общается в Дискорде с друзьями и так далее. То есть, это главное назначение этих наушников. Что касается компьютера. Звук в наушниках, в играх, на самом деле, сейчас очень хороший. Потому что, скорее всего, то, что я сказал в начале ролика про то, Что высокие частоты сильно задушены в этих наушниках. Возможно, это сделано даже намеренно. Потому что в играх, получается, нужен отдельный свой эквалайзер. И как раз-таки задавленные высокие частоты Для этих наушников в играх подходят больше всего. Я сейчас очень шикарно слышу звук игры. Вот мне вот даже интересно, если я сяду в машину в этой игре, Включу радио, послушаю музыку. Я вот сейчас слушаю музыку в машине. И прям шикарный звук у этих наушников. И вот сейчас главный вопрос. Вам нравится подсветка этих наушников? Конечно, сделать подсветку на боковых гранях этих наушников Это абсолютно бесполезное занятие, Потому что ее не вижу ни я, ее не видите и вы. То в целом в этих наушниках меня порадовало очень сильно. Здесь же, получается, использован и металл в составе корпуса, И мягкие амбушюры. Поэтому эти наушники в целом выгодно отличаются от своих конкурентов Качеством изготовления материала. Ну и, конечно же, качество звука у них довольно-таки хорошее для игр. Ну и микрофон. Вы сейчас меня слышите и прекрасно можете без меня оценить. Нравится вам этот мой голос, который записывает данный микрофон или нет. Ну и окончательный мой вердикт такой, что наушники хорошие и позиционируют себя как геймерские. И предназначены именно для геймеров, стримеров и киберспортсменов. Ну в целом всем тем, кто играет за компьютером. Поэтому можете смело покупать эти наушники, ничего не бояться. И купить вы их можете по ссылке в описании, оставленной к этому ролику. Если вам понравился этот обзор, не забываем ставить свои большие пальцы вверх. Подписываться на канал, если здесь вы оказались впервые. И не забываем, что у нас есть группа ВКонтакте. Ссылка на ней находится в описании к этому ролику. И до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok